Девушки отдыхают И еще по-другому зараженный Очень интересное понятие или значение слова оскверненный И вообще Библия призывает нас, людей, верующих, последователей Иисуса Христа, быть святыми Например, 1 Петра, 1 глава 16 стих написано Ибо написано, будьте святы, потому что я свят Так говорит Бог, это призыв и пожелание самого Бога, не просто человека Вы, люди, будьте святы Не просто старайтесь, не просто иногда Но наше призвание быть, будьте святы, потому что я свят, говорит Господь Дальше Откровение, 22 глава 1 стих написано 22.11 написано Праведный да творит правду еще А святой да освящается еще Здесь, я думаю, очень прямой, ясный призыв к людям Это освящаться Хочу обратить ваше внимание на слово еще Что значит еще? Дословный греческий перевод, он так и переводится Коротко еще или же снова На простом языке это можно перевести и сказать, что это непрерывный процесс Который должен присутствовать в христианской жизни Постоянный процесс освящения или же по-другому очищения Еще значение этого стиха, который у вас на экране, говорит о том, что человек, пока он находится на земле Он никогда не может прийти к такому состоянию, когда он уже скажет, что я уже достаточно свят И мне уже освящаться больше не надо Мы с вами поговорим, что да, во Христе мы святы Это немножко другая мысль Но главное вступление, которое хочется, чтобы мы все с вами услышали Это то, что если ты христианин Принял Христа в свое сердце То для нас процесс освящения должен присутствовать через нашу всю христианскую жизнь И сразу маленький вопрос Если вы в это верите Как вы это делаете на практике? Следующий вопрос Если вы в это верите Что мы призваны освящаться То как часто мы этим процессом занимаемся? Идем с вами дальше И хочу сказать, что по моему мнению Мне кажется, что верующие люди Иногда наступает такой момент в нашей христианской жизни Или в верующих, или неверующих людей Когда мы понимаем, что этот процесс нам уже не совсем нужен Когда мы уже перестаем заниматься освящением Мы приходим к такому моменту Когда у нас уже никакая проповедь сильно не касается Когда нас уже к алтарю сюда не тянет И если мы зададим себе вопрос А вообще, когда было, сколько лет назад Было такое в моей жизни Что я вообще был, стоял у алтаря Здесь, склоняясь перед Богом В покаянии, в поиске глубокого освящения Для многих людей это годы Это десятки лет Если это причина святости, слава Богу Но я думаю, что часто причина в другом В том, что мы в своей жизни убедили себя Или привыкли к своему состоянию Духовному или не совсем духовному состоянию Что мы уже не озабочены вот этой мыслью Святой Если ты веришь, что ты святой Во Христе мы святые Написано, пусть освящается еще Снова и снова Освящается или же очищается Хочу прочитать местописание, которое записано Матфея 15 глава с 8 по 9 стих Как часто нам в жизни трудно оставаться Вот святыми или же неоскверненными Матфея 15 написано Приближаются ко мне люди сии устами своими И чтут меня языком Сердце же их далеко стоит от меня И тщетно чтут меня Здесь Иисус Христос через это слово Напоминает сегодня всем нам Что Бог выступает против чего? Бог выступает против фальши Против фальшивых верующих людей Против фальшивых поклонников Богу Против двойной жизни Против того, когда наши уста и слова Расходятся с сердцем Когда мы говорим одно В церкви, на улице дома говорим другое А в сердце может быть совершенно третье Вот именно на это здесь обращает внимание Иисус Христос Языком и устами они чтут Это вот когда у нас сейчас было поклонение и пение Языком многие говорили Языком многие пели Возможно даже говорили аллилуйя В молитве сказали Успели что-то Богу сказать Но это все языком и устами Написано в Библии Но в сердце Их далеко от меня Хочу прочитать следующее местописание Матфея 15 Это продолжение С 10 по 11 стих И призвав Иисус народ Сказал им Слушайте и разумейте Не то что входит в уста Оскверняет человека Но то что выходит из уст Оскверняет человека Правда хочется подойти к празднику Пасхи Чистым, освященным А тем более к служению причастия Библия говорит Что то что выходит из уст То нас оскверняет И здесь есть большая опасность В том Что мы слишком много говорим слов В течение дня И чем больше слов мы говорим В течение дня Чем больше шанса и риска На то что мы оскверняемся Это не просто мнение психолога Это не просто статистика Это то что говорит Библия Все что выходит из уст Оскверняет тебя Как-то я помню общался Смотрел одно интервью Сидело три пары И у них задавали им вопросы И спрашивали Как проходит ваша семейная жизнь И как часто у вас ссоры И многие люди признавали Что это было уже У кого-то первый год У кого-то было в первый месяц Они начали ссориться И одна пара признала Что у них не было никаких ссор На протяжении трех лет И тогда у них задали вопрос И спросили В чем же у вас секрет Почему, как вам удалось Христианский ведущий спросил Не оскверняться словами Живя в семейной жизни И жена очень просто ответила Я переехала в Швецию И просто первые три года учила язык Поэтому не могла Сильно оскверняться Даже если бы и хотела Что-то сказать Или крикнуть Или же выразить Свои чувства и эмоции Она просто не могла Иногда получается Что молчание Оно действительно золото Иногда получается Что молчание Оно действительно Как-то помогает нам Что-то внутри сохранять Но как только мы открываем Свои уста То Библия сразу предупреждает Есть опасность осквернения Ты своими же словами Своими же устами Мы оскверняемся И здесь в этом месте Писания Заметьте написано Что слушайте и разумейте Призыв Поймите, дорогие Поверьте, что это правда И в твоей жизни Здесь речь идет о словах Наших плохих словах Сюда также входит крик Злость Гнев Раздражение Сегодня можно сюда добавить Такие злые Text messages Когда мы даже не говорим Но можем текстовать Очень что-то плохое Мы также сюда можем включить Сплетни Осуждения Клевету И так далее Когда вы слышите Какие-то разговоры Или сплетни И вы не уверены Это сплетни Или это факты Вы можете задать Два вопроса Первое Ты лично спрашивал То, о чем ты разговариваешь У того человека О ком ты разговариваешь И второй вопрос Ты другую сторону Выслушал И вы знаете Что эти разговоры Могут сразу же прекращаться Иногда Главное Задавать Правильные вопросы Чтобы правильно Направлять Наши разговоры И наши общения Вы знаете Что Сколько много Злых и плохих слов Мы говорим Иногда В течение недели Это так иногда Оскверняет нас Удаляет нас Разделяет нас С Богом И нам нужен Постоянный процесс Освещения И если вы перестали Просить прощения У людей За слова Которые вы говорите За слова Которые вы кричите Вы стаёте Чёрствыми Чёрствыми Христианами Стандарт святости Сильно Падает И опускается Заметьте Был период Когда Вы извинялись Больше Был период Когда вы извинялись Чаще Был период Или настал Когда мы уже не помним Когда мы последний раз Просили прощения Именно за слова За которые Мы Которыми мы Оскверняемся И другим людям Причиняем Боль Если вы перестали Просить прощения У Бога Именно за слова Где Библия говорит Конкретно Ты оскверняешься Именно за крик За гнев Вот что написано В Библии Ефесянам 4.31 Всякое Раздражение Ярость Гнев Крик Злоречие Со всякою Злобою Да будут Удалены От вас Когда в последний раз Было такое Что вы можете признаться Что я сорвался Я прогневался Я кричал Я говорил Зло Я унижал Но потом Вы понимаете Что вы к такому состоянию Уже настолько привыкли Что вы уже не извиняете Значит Это значит Что процесс освящения В вашей жизни Приостановлен И стандарт Христианской жизни Понижен Серьезно Но Библия Призывает нас Я верю Что иногда Это нормально Просить прощения Даже у детей Я говорю К родителям Иногда Это нормально Говорить Просить прощения Конкретно За свои слова Потому что За язык Написано в Библии Мы прочитаем С вами Это мощное Оружие И если ваши Злые эмоции Реакция Слова Они В вашей жизни Пребывают Как стандарт И об этом Знают Ваши домашние люди Об этом знают На работе Где вы работаете В вашем коллективе То тогда Часто мы находимся В постоянном режиме Осквернения И уже не замечаем Ничего плохого И мы привыкаем К этим стандартам Матфея 15 глава Продолжение 17-19 Написано так Исходящее Из уст Тире То есть Из сердца Исходит Вот это Оскверняет Человека Ибо Из сердца Исходят Злые Помыслы Убийства Прелюбодеяния Любодеяния Кражи Жесвидетельства Хуления И так дальше Значит Что оскверняет Человека То что Выходит Из уст Но откуда Оно из уст Выходит В начале Библия говорит То что оно Выходит Из сердца Из сердца Быстро Быстро Волонтеры Мы вас предупреждали Реагировать Когда оно Выходит Из наших Уст То причина Заключается В том Что оно Вот это Зло Вот эти Плохие слова Они в начале Находятся В нашем Сердце И в этом И есть Как бы Вся Причина Вы знаете Что Можно сравнить Человека Который Внутри У себя Что-то Имеет В середине Своего сердца Один человек У нас сравнится Вот с этим Сосудом Который Наполнен Медом Вот все Что внутри Все хорошее И сладкое Это то Что находится У тебя Внутри Другой Сосуд Сравнивается Тоже с Человеком Где Здесь вот Горький Такой Острый Соус Который Имеет Очень плохой Такой Горький Вкус И когда Приходят Люди В вашу Жизнь И начинают С вами Общаться И в общении Недопонимание Какие-то Конфликты Эти люди Начинают Вас Шатать Эти люди Начинают Вас Толкать Эти люди Вас Начинают Ставить Вверх Ногами И видите Все Что там Вот Внутри Капает Вытекает А иногда Жизнь Бывает Так Что тебе Не хочется Тебе Хочется Спокойной Нормальной Жизни Но вот Это Твое Сердце И тебя Люди Обстоятельства Сжимают Тебя Давят 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 И вот Оттуда Выхлепывается Выливается Только то Что в твоем Сердце Есть Если есть Там мед Как бы Тебя Не жали Как бы Тебя Не переворачивали Как бы Тебя Не крутили Оттуда Будет Выливаться Только Мед Только Сладкое И хорошее То что Есть у Другой Вариант Если Есть Другой Христианин И в Состоянии Человека В сердце Другого Христианина Есть Крик Гнев Злоба То Пока Мы Не трогаем Вот Этого Человечика Пока Вы Не Общаетесь С женой С мужем С рабочим С боссом С врагом Все Нормально Причесан Красивый Видите Даже Не сильно Толстый Худенький Стройный Все нормально Но когда Ты Начинаешь Сжимать Этого Человека Когда Ты Начинаешь Переворачивать Этого Человека Когда Ты Начинаешь Его Прессовать Когда Ты Начинаешь Его Давить То Оттуда По 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 Любому Выльется Только То Что В Сердце И Библия Говорит Что То Что Выливается Оно Даже Пахнет Плохо То Что Выливается Библия Говорит Что Оно Оскверняет Оскверняет Делает Тебя Оскверненным Человеком В противоположной Святости Вы Скажете Меня Достали Меня Спровоцировали Меня Не знаю Что еще Как еще Вас Обижают Обидели Не предупредили Сколько Можно Терпеть И так Дальше Но Вот Этот Христианин Сколько Его Не провоцируй Не может Выйти Ничего Злого Потому Что Там Причина Не в устах Причина В составе Сердца Вы Скажете Ну Хорошо Презентация Классная А что Если У меня Микс Бывает Настроение Хорошее Ну Чуть Чуть Медика Капнуло Настроение Плохое Ну Чуть Чуть Другого Капнуло Ну А если Тебя Самого Всего Взять Сгребти И так В кучу Взять То Что Там Потечет Получается Все равно Правда В том Что То Что У тебя Внутри То Тебя И Оскверняет Однажды Владимир Бричко Рассказывал Такой Хороший Пример Говорит Я вырос Я вырос В деревне Я знаю Что Бывает Люди Говорят Но У меня Выскочило Я не хотела Говорить Такое Слово Не хотела Кричать Не хотела Гневаться Выскочило А он Объяснил Говорит Я знаю Что Если у нас В деревне Там Куры Знаете За забором За оградой То Говорит Если Откроешь Калитку То Что Оттуда Выскочит Ну Не Бегемот А Курица Правильно Потому Что Там Были Куры Вот Все Что Там Есть Оттуда И Выскочит Вот Точно Так же И Нас Внутри И Получается Друзья Если Мы Соглашаемся С этим Местом Писания Что Все Что Исходит Из Нас Это Исходит Из Сердца То Тогда Нам Нужно Сегодня Просто Всем Признать Что У нас Есть Серьезное Духовное Заболевание Сердца Если Мы Поймем Что Да Люди Провоцируют Люди Достают Ситуации Давят Раздавливают Но Вы Всегда Вспоминайте Вот Этого Мишку Всегда Вспоминайте Что Сколько Б Не Давили Будет Текти Только Хорошее И Сладкое И Получается Что Мы Становимся Как Бы Ну Вот Знаете Такими Есть Такое Хроническое Сердечное Заболевание Понимаете Да Вот Представьте Себе Христианин Который Стоит Здесь Он Вроде Нормальный Он Вроде Хороший Он Видите В Белой Одежде Но Каждый Раз Когда Он Открывает Свои Уста То Написано В Библии Все Что Выходит Что Оно Делает Оно Оскверняет 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 И Каждый Раз Когда Он Начинает Роптать Оно Оскверняет И Плохо Пахнет Каждый Раз Когда Начинает Кричать Говорит Зло Оно Все Оскверняет Каждый Раз Когда Он Начинает Гневаться 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 Оно Его Оскверняет Мы Аж Задыхаемся Вот Так Оно Оскверняет Его И Тех Кто Вокруг Его Потому Что Написано В Библии То Что Выходит Из Уст Каждый Раз Когда Мы Слова Говорим Как Вы Думаете Он Достаточно Осквернился Или Нет Ведь Он Все Равно Разговаривает Все Равно Разговаривает Все Равно Уста Свои Открывает 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 И Это Все Делает Его Очень Очень Грязным А Потом Посмотрите На Этого Христианина Вот Он Стоит Черный Вы Смотрите На Него И Смотрите Я Прочитаю Еще Одно Местописание Местописание Меня Если Вы Умеете Читать По-английски То там Написано They Worship Me In Vain В новом Русском Переводе Написано Они Поклоняются Мне В пустую По-другому Зря Зря Поклоняются Мне Представьте Себе Что Во время Прославления Приходит Человек В церковь И Те Кто На сцене Поет И Те Кто В зале Стоит Они Вот Находятся Вот В таком Состоянии Внутри Снаружи Снаружи Тут вы Видите Снаружи Тут все Красиво Все Классно Рубашка Туфли Все Даже Пиджак Есть Все Хорошо Внутри Внутри Человек Оскверненный Вот так Он выглядит Внутри Внутри Он грязный И черный Потому что Слишком много Слов было Сказано А процесс Освещения Где-то Остановлен И вот Здесь Написано В Библии На ваших Экранах Написано Вот здесь Вот Вот это Поклонение Вот Эти слова Надутые Вот эти Молитвы Написано Богу Они Неугодны Представляете Вот он стоит Майк руки поднимай Слава Бога Он славит Бога А Бог же Его видит Насквозь Бог же Видит Смотрите Что здесь Творится Внутри В сердце И написано They Worship Me In Vain А мы Иногда Стоим и думаем Что-то Песня Не та Что-то Музыка Не та Что-то Еще Не то Бывает Не то Но Часто Бывает Вот Здесь Не то Внутри И Здесь Нужен Серьезный Процесс Освещения Я И здесь Как бы он Не старался Вот так Вот Обтруситься Оно Уже Видите Не Обтрушивается Оно Уже Сам Он Уже Как бы Надо Уже Помощь Какая-то Со стороны И здесь Мы с вами Подходим К другой Фазе К важному Моменту Что Вот Именно Кровь Христа Иисуса Кровь Христа Иисуса Может Вот это Все Грязное Вот это Все Замаранное Смыть И Осветить Спасибо Друзья Хочу Прочитать Вам Еще Одно Местописание Которое Говорится За язык И там Написано Так Якова Третья Глава Шестой Стих Язык Огонь Прекраса Неправды Язык В таком Положении Находится Между Членами Что Оскверняет Все Тело Друзья Внимание Язык Оскверняет Все Тело Влияет На Нас Наш Язык Друзья Вам не кажется Иногда Что несправедливо Получается Перед Богом Что мы приходим Иногда К Богу Становимся Христианами И иногда Мы знаем Что некоторые Грехи Их нужно Точно Бросить Мы бросили Пить Мы знаем Что без этого Нельзя быть Членом Церкви Мы бросили Курить Мы бросили Блудить Мы знаем Что без этого Тоже Нельзя быть Верующим Нельзя быть Вроде бы Настоящим Верующим Мы знаем Что есть Некоторые вещи Которые нужно Обязательно Оставить В своей жизни И отказаться От них Навсегда Но есть Другие Грехи Которые мы Выбираем Оставлять В своем Сердце Ну так Про запас Ведь когда Небудь Пригодится Бывает Знаете Крикнул Подскочил Тот И побежал И сделал Ну Такая Знаете Такая штучка Которая работает Иногда Кажется Ну пусть Это оружие Оно будет Там На всякий случай Если надо Там-то я выстрелю А так-то Мы же в церкви Конечно Не стреляем И вот Получается Что мы Как бы Соглашаемся С тем Что состояние Нашего сердца Вот то Что там Вот живет Зло Мы же Сами себя Обманывать Вообще Не стоит Вообще Нелогично Мы соглашаемся С тем Что ну Я не хочу Ну что я могу С собой сделать Ну иногда Оно выскакивает Друзья Я верю Что если человек Займется Серьезно Своим Сердцем Своим освящением То неужели Бог Недостаточно Сильный Чтобы очистить Осветить Тебя Но если Ты Будешь идти Путем освящения Ты должен Идти путем Освящения Божья сторона Божья часть Сработает Но должна быть Твоя сторона Когда ты Не соглашаешься С тем Что внутри Тебя живет Собачка Которая Кариточку открываешь Она Выскакивает Гавкает Ведь Нужно Менять Это Нужно Освящать Это Нужно Работать Своим Сердцем Не соглашаться Что я Хронически Больной Сердечно Духовно Больной Человек А вы Знаете Что когда Сердце Больное Сразу Букет Других Болячек Присо Присоединяется Это Правда И Физической Жизни Это Также Правда И В Духовной Жизни И Поэтому Сегодня Мы Снова И Снова Говорим С вами О том Что Откровение 22 11 Написано Святой Да Освещается Еще Дел Ертон У нас Рассказывал Недавно Что когда Он пришел К Богу То на протяжении Двух лет Он бегал К алтарю С покаянием Я слышал Недавно Свидетельство Одного Человека Который Покаялся Пришел К Богу И он Говорит Я Постоянно В себе Нахожу Новые Грехи Я Постоянно В себе Вижу Что-то Новое В чем Мне Нужно Каяться И он Говорит Я же Уже Каялся Он Спрашивает Меня Что Со мной Происходит Вот это Друзья Хороший Пример Освещения Процесса Освещения Когда мы Ним Движемся Мы Освещаемся Духовно Растем Другим Нравимся Потому что Написано За язык Что этот Язык Который Является Врагом Оскверняет Все тело И написано Воспаляет Круг Жизни По-английски Написано Sets On Fire То есть Пожар Происходит А там И дым А там И damage Там Горят И боятся Все Когда язык Вступает В силу Иногда Мне люди Некоторые Спрашивают Я бы Давно Говорит Давно Давно Хотел С тобой Встретиться И поговорить Но как-то Так получилось Что Бог Открыл Я узнал О чем Хотел Поговорить Он И вы знаете Что Ты как-то Понимаешь Вроде бы Об этом Может быть И не стоит Говорить Что если бы Встретился И поговорил Тогда То точно Бы Осквернился Он И наверное Может быть И я А так Вот нужно Было Чтобы оно Как-то там Где-то Развеялось Раз 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 пар весь дым разошелся, хотя, конечно, выслушать надо, стоит, но, друзья, иногда мы должны сами себе давать правильную, реальную оценку, и когда в нашей жизни процесс освящения замирает, замирает, то тогда мы стоим черствыми, плотскими христианами, нами движет привычка, пришел в церковь, сказал аллилуйя, пошевелил губами, сказал Богу какую-то славу, а Бог говорит, сердце твое не со мною, вот здесь ты стоял передо мною, как на ладони, твоя вся внутренность черная, оскверненная, потому что твои уста и твои слова оскверняют тебя, тебе нужно освящаться, тебе нужно меняться, нужно лечить сердце, и здесь мы подходим с вами к вопросу ключевому, как же освящаться, как же навести этот порядок, как же очистить свое сердце и свое состояние, Ефесянам 5 глава 26 стих написано, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, первый метод, первая тактика, слово Божье, оно людей чистит, оно людей освящает, и если ты сегодня можешь признаться, проблема моя, крик, гнев, раздражение, жестокие, плохие слова, это моя, я не мишка с медом, я вот тот другой соус, тогда ты приходишь к Богу и честно начинаешь читать Слово Божье, ты его не просто читаешь, ты начинаешь в нем утопать, ты начинаешь его слушать, иду, слушаю в наушниках, еду, слушаю, мою посуду, слушаю, везде читаю, наполняю, потому что Слово Божье, написано в Библии, оно способно осветить тебя посредством слова, но где-то этот процесс нарушается, останавливается, он стает минимальным, недостаточным. Второе, написано евреем, 10 глава, 29 стих, и здесь мы с вами подходим к нашему главному процессу, сегодняшнему причастию, где одним из главных элементов является кровь Христа, пролитая за нас. Мы с вами месяц назад проходили тему значения крови Христовой, и вот вам значение крови Христовой номер два. кровь Христа, она освещает, кровь Христа, она освещает вот таких вот черных людей внутри. Они невидимы внутри, они красиво одеты, они улыбаются, они помыты, они пахнут, но внутри они оскверненные. И вот здесь вот как хочется иногда, чтобы мы себе спрашивали, признавались. Каждый раз я прихожу в церковь, пою, говорю, руки поднимаю, а Бог говорит тихо, но точно в сердце, уста твои, язык твой чтут меня, но скажи правду, но сердце твое далеко от меня. Не люблю фальши, ты правильно сделал, что пришел. Давай будем идти путем освящения. Евреям 10, 29 написано, то сколь тягщему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божья, и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен. Друзья, внимание, кровь завета, которую освящен. The blood of the covenant by which he was sanctified. Кровь Христа. Еще одно место, Писание евреям 13 глава с 11 стиха написано так, так как тела животных, которых кровь для очищения грехов вносится первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы, внимание, освятить людей кровью своей, пострадал. Вот значение крови Христовой. Пострадал, дабы освятить тебя и меня. За это нужно было пострадать, за это нужно было кровь пролить. И вот кровь Христа, здесь очень ясно написано, она освящает людей, нас верующих. Поэтому цените то, что Христос пострадал. Чтобы осветить, поверьте в это. И чтобы нам двигаться путем освящения, нам нужно, наверное, три вещи. Первое признание в том, что я нуждаюсь в освящении. Я, возможно, один из тех, который осквернен своими словами же. Сам себя оскверняю. Хотя, кажется, других обвиняю. Но Библия говорит, нет, проблема в тебе, в твоем сердце. Дальше. Когда мы приходим к Богу в покаянии, признании, в покаянии с верою в кровь Христа Иисуса, которая способна простить и очистить тебя. Вот тогда написано в Ефесянам, первая глава, четвертый стих. Так Он избрал нас в Нем, в Нем, прежде в создании, чтобы мы были святы. Мы святы в Нем, в Иисусе, в Христе. Благодаря Ему, через Него мы можем быть святы. Сами наших усилий не хватит. Как бы мы ни старались, наших усилий не хватит самим себя очистить, отмыть эту грязь, эту оскверненность. Но кровь Христа, вера в эту кровь Христа, наше искреннее сердце и подход к Богу, вот это именно освящает нас. А теперь хочется сказать, кто останавливается в процессе освящения? Повторю вопрос. Люди, которые останавливаются в процессе освящения, по моему мнению, первые – это старые верующие. Давно верующие. Друзья, если это не так в вашей жизни, смело двигайтесь вперед. Но если Дух Святой сейчас говорит в твое сердце, и ты знаешь, что ты относишься к этой категории, у тебя есть сегодня право, честь и привилегия принять это слово прямо в твой дух. Что нужно двигаться путем освящения? Но когда мы давно верующие, и когда мы привыкли к нашему вот этому такому закостенелому состоянию, уверенному, самоуверенному, само такому черствому, мы не движемся этим путем, все проповеди не для нас. Вторая категория, я думаю, людей, которые останавливаются в освящении, это служителя и их жены. Я тоже попадаю в этот список. Я могу перед вами признаться, что намного труднее мне выйти вперед, склониться у алтаря и сказать, я нуждаюсь в освящении. Намного труднее моей жене это сделать, или любому другому лидеру, который находится в какой-то позиции, с каким-то титулом. Таким людям трудно двигаться путем освящения, но слова в нас присутствуют. Громкость наша тоже меняется, гнев он тоже иногда проявляется, и здесь нужно ясно признаться, все, что выходит из уст твоих, оскверняет тебя. А потом мы в церковь приходим и руки поднимаем, а Христос говорит, чтут меня тщетно. Your worship is in vain. Третья категория людей, которые останавливаются в этом процессе, это, наверное, все остальные, верующие или неверующие, которые привыкли к своему состоянию. У них сердце не болит. И к стандарт жизни понижен. К нему привыкли. И вы привыкли, и те, кто с вами живет, тоже привыкли. И уже как-то привыкли, что, ну, плохо, но привыкли. Но Библия призывает сегодня нас двигаться путем освящения. Колоссянам 1 глава, 22 стих. Написано, Христос примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Христос примирил, наладил, вот исправил. В чем? Через что? Благодаря чему? В плоти Его через смерть, которую мы будем сейчас вспоминать. Через смерть Христову, через пролитие крови Христовой примирил нас и дает нам шанс на освящение. Но помни, твоя задача – это диагноз правильный признать. Твоя задача – диагноз правильный признать. Знаете, бывает, идем к врачу, и врачи говорят вам, у тебя такой-такой-то болезнь. Человек говорит, я не верю, я не признаю этот диагноз. Бывает? Так и в духовной жизни бывает. Так и в духовной жизни бывает. Вот этот первый шаг, он очень трудный. Примирил в плоти, в смерти, чтобы представить вас святыми. Друзья, мы были вот недавно с СМБС-хором в туре, в поездке, в одной церкви. Было служение, и уже заканчивалось проповедь, была молитва. Я чувствовал в своем духе, что Дух Святой, Он находится на том месте, и Он действует. Поется песня, идет призыв, но никто не движется, никто не выходит. Вы знаете, я понимаю, что в принципе, как бы, Бог и там может простить, и здесь, но я четко понимаю, что все равно, все равно, очень все равно и конкретно разница есть. Вот прийти сюда, это же просто, все равно, что против себя пойти. Правда? Ведь легче сказать, но Бог везде слышит. Слышит? Но я думаю, вот этот уровень проникновения освящения, он все-таки роль играет, как глубоко мы идем путем освящения и покаяния. Вы знаете такого человека, Джон Уэсли? Он принес когда-то просто взрыв, взрыв, просто взрыв, пробуждение. Знаете почему? Кто знает? Его главный месседж был назад к святости. Холлинец. Холлинец. Годз пипл нид холлинец. Божьи люди нуждаются в святости. Мы много знаем. Мы очень много знаем. И можем поправлять и проповедников. Но вопрос, написано в Библии, никто не увидит Господа без мира и святости. Подумайте над этой мыслью. никто не увидит Господа без мира и святости. Как раз вот эти два элемента нужны для того, чтобы здесь вот сейчас брать с дерзновением чашу и хлеб. Мир и святость. Мир и святость. Мир и святость. И когда я так молился, я как-то сказал в своем сердце, Дух Святой, я вижу, народ не движется, но я знаю, что Бог говорит. Я сказал, Дух Святой, дальше я даю волю тебе, я приглашаю тебя, я больше не скажу ни слова. Песня поется, мое сердце, оно внутри колышется, я понимаю, что Бог говорит к людям, но люди черствые. И тогда я открываю глаза, смотрю, никто не шевелится на призыв. Я закрываю глаза и внутри сам себе говорю, ты же пообещал Духу Святому, больше ни слова не скажешь. И я начинаю про себя тихонько молиться и говорю, да, Господь, я больше не буду. Дух Святой, но я даю тебе. Я тебе доверяю, потому что ты Дух Святой, а тебе написано, ты придешь и обличишь мир. Сколько бы я здесь ни обличал, ни распинался, ни говорил, я не могу. Когда я кого-то обличаю, люди, наоборот, обижаются. Когда я кого-то обличаю, люди, наоборот, злятся, закрываются. Тогда я сказал, Дух Святой, ведь это же так классно, ты же это можешь делать. Сейчас действуй ты, пожалуйста, во имя Христа Иисуса, прямо здесь, в этом собрании. Я закрываю глаза, молюсь, песня хора звучит и уже заканчивается. И вдруг я чувствую, как кто-то берет меня за руку и забирает микрофон. Я открываю глаза, микрофон взял пастор той церкви, где мы были. И он сказал, братья и сестры, я чувствую, что этот призыв сегодня звучит для многих, но я должен сказать, что в первую очередь для меня. Это первый шаг к святости. Как вы думаете, что было потом? Вы догадались? Что было потом? Как отреагировали люди? Как люди потом молились? Как люди потом приходили к Богу в покаянии? Как люди потом кричали к Богу и говорили, Господь, прости. Прости меня. Я осквернен. Мне нужна Твоя святость. I need you, Lord God. I am defiled by my own words. Please come and sanctify me. purify me. Cleanse me. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok